В этом уроке вы познакомитесь с некоторыми важными настройками. Создадите папку проекта и настроите единицы измерения. Несколько вещей мы должны с вами сделать обязательно. И перед началом работы вы делаете их самостоятельно для того, чтобы затем не приходилось переделывать что-то, искать пропавшие файлы и прочее, прочее, прочее. Итак, первое, что вы делаете, это определяете папку проекта. При первом запуске Макс сам создает папку проекта вот по такому адресу. Ваши документы 3ds Max. Пользоваться этим можно, но все-таки лучше для каждого проекта заводить свою собственную папку проекта. Вам так будет проще, удобнее. И затем, сархивировав проект, положив его на тиск, поставив его на полочку, через некоторое время вам захочется к нему вернуться, и вам будет проще к нему возвращаться. Итак, как это делается? Файл, setProjectFolder. Если вы только начинаете проект, вы создаете новую папку. Например, рабочий стол. Создаете папку. Мой проект. И говорите «Окей». Теперь путь изменился, и была создана папка с определенной структурой. Структуру можно посмотреть непосредственно в проводнике Windows. Как она у вас выглядит? Это папка. Вот он, мой проект. И, как видите, содержится много-много папочек. Только самое важное из них нужно указать. Так, первая – это папочка «Сцены». В них будут находиться все ваши сцены. И вторая важная папочка «Сценассетс» и «Имэджис». Вот сюда вы должны положить все текстуры, которые будете использовать в проекте. Есть большое количество других папок. По мере надобности они будут использоваться. Но вот две основные папки у вас есть. Как только вы переходите к другому проекту, вы говорите «файл setProjectFolder». У меня этот проект находится вот здесь. Вот он. И говорите «Окей». Все переписывается. Не обращайте внимания вот на такое предупреждение. Оно связано с тем, что в Максе хранятся пути к системным файлам, к различным. Вы не будете использовать отсюда ни текстуры, ни что-то другое. Поэтому совершенно не важно, что этих папок у вас нет. Итак, первое вы сделали. Все отлично, замечательно. Следующий этап. Нужно определиться, как вы будете работать с Максом. Дело в том, что 3ds Max сейчас используется в различных областях. В рекламе, в игровой индустрии, в технической визуализации, интерьерной и во многих этих областях. И он связывается с программами автоматизированного проектирования, такими как Автокад, прежде всего. И там свои какие-то подходы к работе. Для того, чтобы пользователям было проще переходить на работу в Максе, есть возможность определить, в какой области вы будете работать. Ну, для того, чтобы переключиться на нужный режим, нужно поставить порядка 12-15 различных галочек, примерно в 7-8 местах. Некоторое время назад появилось облегчение небольшое для данного действия. Меню Customize, пункт Custom UI and Default Switcher. Здесь определяются две вещи. Слева, как вы будете работать с Максом, в каком режиме. Два режима существуют. Режим Макс и режим Дизайн Виз. Режим Макс предназначен для тех, кто занимается анимацией, либо моделированием для игр. Небольшое количество объектов используется. В этом случае этот режим подходит. И второй режим – Дизайн Виз. Ну, отличие его от первого режима заключается в основном в том, насколько активно используются слои. И в том и в другом режиме слои использовать можно, но вот именно Дизайн Виз позволяет получить полный доступ ко всем прелестям слоев. Нас интересует режим работы – Макс. Второй режим через точку написано Mental Ray. Какой рендер вы будете использовать? Мы будем с вами использовать Mental Ray. И поэтому наш выбор – Макс Mental Ray. Тоже устанавливается несколько различных настроек. Далее выбираете интерфейс. Первый из них – это то, что мы видим по умолчанию. Ну, менять я его не буду. Дальше пошли более интересные схемы. Такой вот интересный интерфейс. Он предназначен для тех, кто длительное время работал с автокадом и не могут отказаться от большого количества панелек. Они все разделены. Их можно все распределить по-разному. Вот. Ну, это не наш выбор. А далее идут две схемы, очень похожие друг на друга, отличающиеся только цветом основного интерфейса. Я очень вам советую начать привыкать вот к такой схеме – Amidark. Темная схема уменьшает утомляемость глаз, особенно на больших мониторах, особенно на жидкристаллических мониторах. Ну, светлая схема является инверсной. Мы будем использовать интерфейс по умолчанию. Собственно говоря, как это и делали изначально. Говорим, свет будет предложено перегрузить 3ds Max. Я этого делать не буду. А вам, конечно, лучше Max перезапустить. Итак, это сделали. Тоже все хорошо. И, наконец, третий момент, связанный с единицами измерения. В общем-то, заморачиваться на этом в большинстве случаев не стоит, но есть определенные моменты. Некоторые процессы в Max ориентированы на применение реальных размеров. И, например, для расчета динамики, для расчета освещения вам необходимо работать с реальными размерами объекта. Ничего страшного нет в том, если вы работаете с Max по умолчанию. В Max по умолчанию принято единица измерения дюйм. Если бы мы жили с вами где-нибудь в Северной Америке, либо в Англии, можно было об этом даже не задумываться. Но у нас принята другая система измерения, не дюймовая, а метрическая. Поэтому имеет смысл поменять единицы измерения. Итак, Customize Unit Setup. Открывается диалог. У меня уже выбраны в качестве единиц измерения миллиметра. Но это еще не все. Есть еще такая штука, как System Unit Setup. Вот то, что сейчас у меня находится слева, определяет, чему будет равна единица измерения в Max. И, как видим, у меня поставлено 1 Unit Max. 1 единица измерения Max равна 1 см. Стоит ли менять единицы измерения, которые установлены по умолчанию? По умолчанию у нас стоят дюймы. В общем, еще раз повторюсь, нет необходимости. Дело в том, что в правом окне от меня сейчас находится выбор единиц измерения, с которыми работаете вы. Так называемые отображаемые единицы измерения. И здесь можно выбрать все, что угодно. Здесь у нас дюймы, например. А здесь я могу выбрать метрические системы, сантиметры, метры, либо американские стандарты. Макс автоматически будет пересчитывать дюймы в сантиметры, и вы будете работать со своими привычными вам единицами измерения. Но по ряду причин я вас призываю изменить системные единицы измерения. Мы будем с вами работать с достаточно большими объектами. И в качестве системной единицы измерения выберем сантиметры. Чем стоит руководствоваться, выбирая системные единицы измерения? Дело в том, что специфика работы с числами с плавающей точкой, а именно с такими числами, и работает программа 3ds Max, заключается в следующем. Вы не можете одновременно работать с очень большими, либо очень маленькими объектами. Например, работая в миллиметрах, вы сможете построить модель комнаты своей. Вы сможете построить какой-то механизм, танк, башню с пушкой, которую, собственно, мы и будем делать в следующих уже уроках. Но построить, например, большой ландшафт в масштабе один к одному уже будет проблематично. Вам будет просто не хватать точности. Появляются различные странные странности, пропадают объекты, исчезают ближние планы, дальние планы. В общем, много чего такого странного начинает происходить в МАКСе, когда вы неправильно выбираете системные единицы измерения. В нашем случае правильным выбором системных единиц измерения является действительно сантиметры. И я говорю ОК. В качестве отображаемых единиц измерения можно выбрать и миллиметры, и метры, и сантиметры. Во всех трех случаях все будет в порядке. Но не рекомендуется использовать единицы измерения, отображаемые меньше, чем единицы измерения системные. Поэтому я выбираю сантиметры. При таком выборе к каждому числу линейных размеров будет приписываться суффикс сме. Сантиметры. Если вам это не нравится, вы можете спокойно выбрать вот такой пункт, Generic Units. В этом случае просто-напросто ничего не будет дописываться. Будут использоваться сантиметры по умолчанию. То есть 100 – это будет означать 100 сантиметров. Ну, я уже привык к тому, что вижу в явном виде, какая единица измерения у меня используется. Я выбираю сантиметр. После этого говорю ОК. Вот, собственно, и все. Такие вот несложные настройки в начале дадут вам возможность эффективно работать с проектом. Наконец-то, впервые, за все наши уроки можно что-то сохранить. Мы говорим File, Save. У меня уже здесь кое-что есть. У вас там, скорее всего, ничего нет. И обратите внимание, куда пытаются сохранить вашу сцену Maps. Именно туда, куда нужно. Папка проекта, сцены. И я говорю имя файла, начало. Итак, начало положено. У нас пустая сцена. Мы будем наполнять наш проект интересными вещами, интересными объектами. И в конце нашего курса вы сможете уже сами похвастаться своими интересными моделями, интересными анимациями.